друзья всем привет хлебом сегодня недавно зрелищ покажу представляю к вашему вниманию хип-парад трешника который с нами случился за последние несколько недель и этот хип-парад по версии компании один авто антифриз какого-то странного цвета татарка вообще полностью грязнющая кошмар вот как его не обозвать лошадью идите покажу раскрашена лотках просто лучшие мире меня меча я не вменяемый мы же поменяем отойдет машины и начнем мы пожалуй с для нас обыденный случай для кого-то может быть не очень в общем имеем бмв бмв 530 бмв восемнадцатого года с пробегом всего в 28000 что же с ним не так вы конечно по не поедем смотреть но я сейчас покажу что с машиной имеем вот такой прекрасный агрегат сразу смутила стоимость автомобиля 30 тысяч долларов можно его полистать пощелкать то есть машина просто кукла машина просто идеал и смотрим чего было с этой машиной вроде бы все нормально и тут баба такой медлячок немножко сгорело ну как-то неприятность случилось этой машиной но зато лучшая ценовая пропозиция как будет на русском языке предложение до на рынке украины на момент выхода этого видео данный автомобиль уже продан многие в комментариях напишут да нахер он нужен такая машина ли еще чет ребят это риторический вопрос хотя если хотите давайте обсудим комментариях следующий сюжет это из разряда как очень легко спалиться на мелочи стекло 3 см д плотный козырек волю это дверь не крашеная и она не поржает вот это видите со шпаклевочками но вот здесь уже подвержена коррозии потому что цинковый слой нарушен двоечка исправленная на единичку вот 300 если вдруг кто-то не понял то там было написано 298 тысяч а парень который продает автомобиль первую цифру делает не 2 а пишет циферку 1 и получается 198 тысяч километров продается этот автомобиль но по факту у нее как минимум на соточку уже скручена колхозный хомут на бачок гура он еще один вот видите вихревая сытся как и всех и уже все на форсунки не ссаться не видно чтобы что-то крутили подводили рампа тоже не сытся с таким пробегом volvo xc 90 с мотором 2 и 4 это конечно не приговор но ценник в 17 с половиной за 2008 год это откровенно дофига следующий сюжет из разряда должно получиться почему так ну потому что откровенно говоря редко попадается нормальный автомобиль по низу рынка и данный автомобиль этому подтверждение машину мы посмотрели по разным базам мы созвонились с человеком есть запись до пропущены мне звонили да по черной да есть что что ты сделал делали капот крылья только капот это уголочек капота легкой подмяты был не ударено там было тотально чуть-чуть дотронулась капота меняный тайвань до меня на оригинал по сути у машины икрашена одна деталь капот и банка и бампер так менялся телевизор до бампер на регионов телевизор не менее там радиатор помято было 10-15 сантиметров а я понял я просто говорю вот три верхняя панель вот когда радиаторы сходит кассета на он треснутая на фото вы смотрите да на карфаксе значит так и есть все значит меня на я понял вас так а по остальным деталям машина вставка в заводском окрасе да так просто как бы я с киева если буду ехать ну как бы я могу для вас еще раз диагностику сейчас провести всего кузова приборами всеми детальными детально но если вы скажете я понял если я уже решу давайте тогда я вас наберу и я сразу еще раз прям все посмотрю чтоб не стоит там не краснею и так далее не отнекивался хорошо все-то там я вас наберу тут все признаки хорошего автомобиля на лицо это и минимальное повреждение по фотографиям это и адекватный человек по разговору который кстати пообещал вытянуть заснять на видео любые показания которые мы захотим и парень действительно он скидывал все обещанные фото видео тех мест которые нас интересовали все классно все идеально справедливости ради надо сказать что наш парень не хотел ехать осматривать этот автомобиль потому что когда машина стоит долго ну есть не какое-то западло эта машина продается довольно долго мы проанализировали она продается с она в январе месяце стала на учет она в феврале я стала на первую продажу потом 2 на 3 вот сейчас она выставлена третий раз на продажу мы понимаем что что-то не так но заказчик говорит хочу ну понятно кто платит от и девочку танцует поэтому едем смотреть автомобиль в кривой рог значит мотор здесь у нее маслом потеки там масло куда-то давит мокрый крышка это не снимается там нельзя посмотреть заржавели болты у нее ржавые антифриз какого-то странного цвета как бы он прозрачный там вроде даже фольга он лежит какая-то внутри интересно что она там делает крышечки на омыватель нету если посмотреть на этот автомобиль изначально то крышки у нее не было еще умереть это есть парни даже не заморочились потратить там доллар-полтора для того чтобы эту крышечку поставить на место и сделать приятно тому кто ее купит гур насос гура влажный но машина долго стоит она что-то заржавела потом у нее вот вентилятор поломанный вот нету кусочка опять же нету вот кусочка нету 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 диффузора то в общем он поломанный там болтается вот так вот и тут все мокрое насос табачок гидрача здесь все в масле заливная горловина вся в масле осел масло в масле в песке в грязи аккуратненько их снял тут вот все там вот внутри песочек там у нее лежит тут вот все за счету в таком вот состоянии песок грязь все там наверное очень плохо внутри в моторе фары китай телевизор менен капот тоже мененый у нее но он без поклевки лобаж менен ржавая значит кому здесь не на месте стоит тоже ржавая окисленно и все крыло видно открутилась здесь ржавая петля зацарапанный краски не хватает очень удобно стоит все паутине бампер вот поцарапанный также был уже окрашены вам термином месте топорчица вот из царапина здесь вот прочес задняя арка вот арочки досталось тут и по двери вот идет легкий счет арочку чуть примяла вот тут вот она стекла не все двенадцатого года кроме лобового проемы почуханные также проемы зачуханные арочка бампер здесь утоплен уже крашена ответ на вопрос почему этот автомобиль недорогой найден но результатом этого стало пройденные километры потерянные время плохое настроение хотя ничто не предвещало беды все должно было быть классно все должно было быть в огнях ну он действительно кузов у нее классный в огнях но кроме кузова у этой машины больше ничего и нету герой нашего следующего сюжета эта машина подобные которым не хотят обсуждать наши специалисты я сейчас поясню почему мы имеем киа имеем киа чарата эта машина 2008 года и средняя цена на рынке такого автомобиля это пять с половиной тысяч долларов то есть она идет от четырех с половиной до шести с половиной ну конечно там есть невменяемые цифры по 7 даже заскакивает но мы берем то что объективно это что в цене рынка то есть средняя получается пять с половиной пациент которого мы осматривали стоит 6300 долларов то есть в нашем понимании эта машина должна быть ну если не музейным экспонатом то хотя бы чем-то приближенным к нему ну или точно чем-то выше среднего парень заказчик который к нам обратился для осмотра данного автомобиля эту машину уже видел он ее уже осматривал ничего подозрительно он по ней не нашел и обратился к нам в рамках заявки разовой ну то есть мы можем сделать либо выездную диагностику либо же разовый осмотр либо же выбрать автомобиль под ключ так вот при разовом осмотре мы делаем полную карту диагностику недостатка автомобилю что было и в этот раз так вот он эту машину смотрел приехал к нам на детальный осмотр возможно мы увидим что-то еще с этой машины я вижу здесь уже шпаклевка полупала идите покажу вот это лопнувшая шпаклевка или вздутая сейчас там эти машины мы им это сколько раз в неделю или месяц шпаклевка здесь была нормальная притерта порог кстати тоже местами шпаклевали вот если взять эту часть даже не пробивается свой шпаклевки и она вся сдувается она и так криво сделано вот видите лишай такой еще и надувается вам как тоже видите украсиваться власть крышка задняя крашена латка просто лучшая дверь ручная стреляная краска проем конечно вообще жестяк весь кривой когда наши парни видят такое не говорят проще за эти деньги это корч они не говорят больше не критикуют этот автомобиль дабы не обесценивать мнение человека есть такой термин как проклятие знания такой термин пришел к нам из психиатрии и обозначает когнитивное искажение мышления ну если коротко сейчас попробую объяснить то есть если один человек что-то знает он не понимает почему этого не знает другой если еще короче то один человек видит и очень уверен то что этот тоже это видит но это к сожалению не так люди которые не уверены в своих силах они обращаются к нам для того чтобы мы дали некую техническое заключение по этому автомобилю для того чтобы мы показали то чего не видят они и это нормально основные поставщики в украину бушных автомобилей это несомненно лидер западная часть нашей страны то есть это запад украины и соответственно ну впрочем как и везде где есть вот большие злачные кусочки недорогих автомобилей вот там сконсолидировано большое огромное количество мошенников ну к сожалению никуда не денешься ладно не буду вас томить лишними звуками сюжет из западной части нашей страны а именно из ивана франковска и до машина по телефону не бита машина не крашена я собственный к этого автомобиля какое-то время езжу на этой машине машина вообще дзыга прицепиться не к чему ну кукла мечта просто лагуна ивана франковского его задние целая дверь вкрашенная чуть-чуть поплевки есть это целая порог целый дверь зацарапана на царапин всяких и двери не снималась не крутилась ремень пиздец машину все полностью химчистить надо сиденье погрыз кто-то грыз грыз погрыз пороги подзапиленные машина грязная вся полностью тут внутри тоже грязное все все грязнющее кошмар руль руль вытертый руль не перешивался руль оригинал дверь не снималась не крутилась накладка не на месте разбиралась что ж вы сказали не крашена я что понял что в франции двери крашене крышка задняя снималась стекло не в рик что ж вы не сказали что ж мы на дурняк приехали да я что понял но я что не в францию запитала у вас вы ж хозяин машины я хозяин но я и ничего я понял бампер я понял что он был мы же разговаривали про целую машину я же скажу что машина целая вы кажете целая без подкрасов без все это работает все нормально все хорошо да все хорошо кажу тогда я с киева выезжаю вы кажете добрый выезжай ось я выехал приехал и что будем мы делать теперь ехать обратно блин ну это же несерьезно я не был балювал то я бы сказал что я не знаю я ее купил на аукционе я ее купил на аукционе я ее взял на аукционе бампер не на месте бампер не на месте бампер не на месте бампер не на месте зазоры пляшутся тут на балабов бля я не знаю я не знаю я не знаю крыша целая была колись пиздец вот тут бурюка это бенцелая это вон упала не так оно упало что то тут делали ее крышу шансы дали мне роздрубилку что знаю я живи провели техничное обслуживание перед аукционом там типа за підкраски за то не буду взагалі дверечка економить может даже есть заднее крыло целое двери целые на крыше упало что то упало крышка задняя крутилась снималась делали быстро крутили что забыли закрутить вот оно тут откручено короче машина катастрофа тормозные диски процентов 30 износа резина резина нема резиновый мусорник передние диски тоже большая выработка их бы тоже желательно бы поменять передняя резина тоже откаталась показывать что двигатель живой я не вижу смысла в этом ролике потому что все прекрасно знают что французские 2 дизельные двигателя они классные ходят они долго поэтому с двигателем там все классно но кроме двигателя у этой машины больше ничего и нету следующий сюжет все как мы любим одесса единственный хозяин машина не битая машина не крашена машина в отличнейшем состоянии и еще вдобавок по привлекательной цене покупали новую или или этого я не знаю мне кажется что нет зажорчик тут видите прямо фонарь фонарь упирается и не здесь зазор есть это девочка и сделали сделали здесь он выпирает 3 здесь видите стык стык право не наделали шпаклевочки и как бывает у одного владельца естественно автомобиль не бит и естественно не крашеный почему да потому что он с первых дней как купил этот автомобиль он на нем ездил и знает про него всю историю вы что какая шпаклевка мы одесситы никого не обманываем тут и шпаклевку вот миллиметр миллиметр и 7 в этом уже не пробивает катарка вообще полностью шпакла тут вообще полностью шпакла но дальше как это часто бывает у одного владельца в одессе за кадром появляется второй голос и говорит ребят я машину дешевле не отдам ну что я знаю сколько стоят автомобили торговаться я не буду тут тоже я знаю что я знаю что продается на рожек это тоже шпаклеванный нет цена ее подкупают и я не спорю есть такие вот заломы это надо делать тут тоже глубокие царапины на этой двери тоже татарочка так вот и внутри там шпаклевки дверца также крашены вот и часть красили полностью все так называемый банан от крыла до заднего крыла двери снимались крутились ну понятно все сложный для людей которые не понимают что есть тибусь над данными персонажами скажу что эти товарищи имеют к этому автомобилю точно такое же отношение как например цыган к чужой лошади а резина только такая лиц это это только такая обычные галогены бампер треснутый дверь со мной не снималась бампер багажник в приятные зазоры по багажнику вот в этом месте он трет по пластику который там ниже вот это место он не выставлен из зазора стончиков не хватает где-то потерялись вот хорошо у нас нижняя часть тут шпаклевка я не буду вас утомлять длинными телефонными разговорами для того чтобы уловить суть но я вас уверяю что было сказано что один владелец у этого автомобиля что она не битая что она не крашеная по факту мы имеем фонаревое настроение и зря поехали мы в одессу друзья акцентирую внимание что этот автомобиль он продается под эгидой не бит и не крашен я вас уверяю что этот автомобиль так и будет продан как не бит и не крашен просто невнимательному водителю невнимательному покупателей и человек свято будет верить что он купил автомобиль с минимальными повреждениями следующая ситуация имеем неплохой автомобиль она хорошая по фотографиям у нее один собственник она не была в залетах по разным базам данных в общем машина красота у нее также есть сервисная книжка машина неплохая договариваемся с парнем дело было в пятницу после обеда договариваемся на субботу все класс приезжаем смотреть наш специалист которая смотрит автомобиля откладывает все свои дела на субботу для того чтобы приехать посмотреть суббота звоним а я вспомнил у меня тут дела сегодня не могу ну давайте завтра ну всякое бывает ничего страшного переносим встречу с субботы на воскресенье опять-таки наш парень переносит свои дела на следующие выходные приходит воскресенье алё алё мы договаривались на встречу ой вы знаете мне сегодня надо ехать на рыбалку сегодня машину не покажу ну естественно испорченное настроение но ничего страшного давайте в понедельник покажу в половине двенадцатого окей покажем машину в половине двенадцатого я понимаю скажи третий дань так мы не сразится так мы не сразится еще раз скажу ну так треба ж якось уважати время других людей правильно я прочекал в субботу я прочекал неделю ну я не пивня 9-20 минут взагалі поверхностный осмотр че зашов я так че вы переживаете по поводу нарисованной сервисной книжки книжка действительно нарисована не может быть она не нарисованная но эта машина судя по сервисной книжке обслуживалась в каком-то автотранспортном предприятии которое обслуживает комбайны ну и под шумок здесь этот автомобиль залетел в общем к официалам эта машина не имеет никакого отношения по вот этой сервисной книжки которую нам показывают здесь правильно отметить то что парень себя начал так вести после того когда же не увидел заднюю правую дверь ударенную задний правый проем был шпаклевки сервисная книга нарисованная салон у автомобиля окрашенный и вот в момент когда все это надо было заснять для заказчика понятное дело что парень который продает этот автомобиль он уже понимает что вряд ли эту машину кто-то купит но тем не менее видео нам надо заснять вот усы не сиденье в этой арте закрашене закрашена у нас так я скажу метра до снятия говорю я опаздываю больницу мне без разницы отойдет машины меня мяча я не вменяемый да забыл уточнить тот с кем общались и тот кто приехал это два совершенно разных человека теперь что касается нашего специалиста который осматривал этот автомобиль понятное дело что он нарушил свои планы понятное дело что там подстава и просто перекупы и ситуация и совсем не такая которая должна быть но у нас на это должен быть автоммунитет он получил люлей и был отправлен в отпуск приехал отдохнувший живой здоровый сейчас уже все нормально следующее почетное место нашего рейтинга занимает снова одесса снова машина не битая снова машина не крашена идеальная в общем как подорожник кранки прикладывай машина просто классная просто замечательная а по факту красавец мужчина который дает слово мужчины ах ладно смотрим раскрашено я вам даю слово мужчины вот так не все замеряли делали поэтому я говорю я запросто любви для загоняю смотрю там мне мне ее магнитной палочкой вот а магнитная палочка то я не разбираюсь в этом я за что купил зато продал я вам все говорю как есть и но вот мне мне смотрели ни один болт ничего не смущено все стекла все маркеров просто перекрашен дверь это тоже краска здесь поклевка вот царапина задние двери видно что под краской еще одна краска здесь 450 за накрашен интересно все всего доброго вот как его не обозвать лошадью друзья возможно действительно эти люди никогда ничего не знали про свои автомобили возможно действительно это так напишите в комментариях действительно ли это так может быть это я предзата отношусь к данной ситуации ладно как бы там ни было большое вам огромное спасибо что досмотрели это видео до конца большое спасибо что вы до сих пор с нами но с вами был николай тарануха киев компания один авто всем удачи на дорогах всем пока пока а ведь действительно лошадью его надо было назвать